Я думаю и надеюсь и верю, что вы будете отвечать искренно, потому что искренность — это главное. Иногда можно красиво ответить, уже с мудростью приходит какое-то познание, и можно красиво ответить. Но когда тебе человек отвечает искренно, иногда может быть эта правда тяжелая, иногда может быть некрасивая, иногда может быть ее очень неудобно даже слушать, иногда не хочется слушать. Но пусть вас Господь благословит и даст вам мудрости ответить на вопросы, которые у нас имеются. Начнем. Давайте с вас, Наталья Степановна. Первый вопрос. Как восстановить любовь в браке, когда отношения уже стали не такими близкими? Ну я думаю, что это вопрос серьезный и, наверное, насущный. Ну и вот я хочу сказать, что прежде всего мы будем отвечать вот с позиции Слова Божьего. Будем смотреть, что там говорит Библия на каждый наш вопрос. А потом уже индивидуально вот так вот по всем пунктам пойдем. Значит, как восстановить? Во-первых, хочу вам сказать, что любой ценой, любой ценой, любой ценой восстановить. Вы слышите? Любой ценой восстановить. Потому что брак создал Господь. Библия начинается браком и заканчивается браком. Поэтому брак учредил сам Бог. И мы должны все возможное сделать, чтобы он был прочный, основан на любви. Ну, прежде, что я хочу сказать. Если, например, вы заметили, что как-то отношения у вас стали холодными. Не такими, как раньше. Мой совет. Полистайте, знаете, странички своей жизни. Вернитесь туда, где стало начинаться плохо уже быть. Загляните туда, где было хорошо. Найдите, попробуйте найти, почему вдруг стало хуже. Что стало отражаться? Что стало влиять? Почему отношения ухудшились? И тут, знаете, одним словом нельзя так вот сказать, что возьми вот только молись. Молиться – это первое, что нужно. По любому вопросу это нужно молиться. Безусловно. Если вы вот можете сказать мне, а я вот не знаю, что у меня такое. Я не знаю, почему так стало. Я вот как была, такая и осталась, отношения стали хуже. Я вам скажу, а вы просто помолитесь тогда и скажите, Господи, открой. Почему стало? Почему стало? Это прежде всего, это спросите Бога. Почему? Я думаю, если вы будете очень искренне заинтересованы, то не пройдет много времени. Вы будете молиться, и Бог обязательно вам покажет. Потом вы можете сами подумать, что моего мужа раздражает. Вот почему, когда, при каких обстоятельствах у него пропадает настроение. Что влияет? Знаете, может многое влиять. Очень многое. Одна из подсказок моих, знаете, вот мужчины, они очень не любят, когда мы их критикуем. Даже тогда, когда они могут тормозить. Ну, такое бывает, к сожалению. Я очень изменяюсь, понимаете. Мы все не ангелы, но я вам хочу сказать, что мы не должны в браке своем, вообще в семье, вот принять такое себе, ну, как за правило или как должное, унижать друг друга, кричать друг на друга. Ни в коем случае. Просто будьте выше, будьте культурней. Вы же дочери царские. Не позволяйте себе этого. Если вот кто-то мне скажет, у меня не получается. Я вот кричу на детей, не на него, а на детей. А он всегда мне тише да тише. Значит, будьте тише. Значит, не кричите с одной комнаты на второй этаж. Эй, ты подойди сюда. Выйдите, чтобы в доме было тихо. И скажите, сойди вниз, ты мне нужен. Вы понимаете? Раз мужа крик раздражает, не кричите. И вообще не культурно кричать. Не кричите. Не повышайте голоса на своего мужа. Но еще бы как совет дала. Вот знаете, мы все, как я вам делилась уже, вот я как хотела, чтобы на меня муж посмотрел. Как он мне что сказал. Как он меня посадил. Да как встретил. То есть у меня был определенный такой, знаете, нарисованный мираж. Как это должно быть? Вот знаете, когда я потом прочитала, что жена для мужа. Мне было не так всегда легко. Я вам прямо говорю. Знаете, бывало обида подходила. А знаете, я вам говорю, сердца женские, они чувствительные. Они так улавливают все, что не так. Мужчинам проще. Они проще на жизнь смотрят. А женщины нет, не такие. И вы знаете, я вам хочу сказать, как вы хотите, чтобы с вами поступали. Начинайте. Прямо сегодня. Не ждите понедельника. Сегодня начните. Поняли? Потом, что еще хочу сказать, что прежде всего молитесь. Посмотрите, что его раздражает. Не ждите понедельника. Относитесь весьма хорошо. Если вы не практиковали вот таких, знаете, хороших слов. Вот назвать его ласково. Подойти когда-нибудь обнять. Попробуйте. Вы же хотели бы, чтобы вас муж обнимал часто. Кто-то приходил, говорил вам, что вы самое лучшее. Правда, приятно, да? Ну, не стесняйтесь. Ну, приятно же, да? Ну, вот. Ну, сделайте ему так. Сделайте. Побольше приятного. И чтобы не было так, что кто-то мне скажет. Вот, мне там посоветовали обнять. Я уже два раза обняла. Никакой реакции. Ничего не поменялось. Знаете, земледелец ждет долго. Умейте подождать. Я знаю, что у нас с женщинами всегда проблема. Мы не очень-то умеем ждать. Но я вам хочу сказать. Давайте научимся. Давайте научимся. Чему-то хорошему всегда хорошо учиться. Тем более, вот Павел, он так часто свидетельствует, что он научился. И знаете, он меня так зажег. Мне многое не получалось в христианской жизни, когда я пришла. Ну, я так прочитала Павла. А он говорит, я научился. Я научился. Я думаю, вот какой молодец. Вот научился, да? Захотел и научился. Вот я думаю, нам надо захотеть и научиться. И поглучиться. Если что-то у Алены есть, пожалуйста, дополни. Я думаю, что вы очень глубоко ответили на этот вопрос. И, наверное, ну, как бы все суммировать только можно в двух предложениях. Что когда мы выходим замуж или вступаем в брак, наверное, мы очень думаем, что вот завтра мне уже принесут кофе в постель. Вот как вы говорили, да? И комплименты будут. И это неправильное вступление в брак. Мы должны понять, что мы вступаем в брак для того, чтобы сделать его счастливым. Не чтобы нас сделали счастливым, а чтобы мы его сделали счастливым. Потому что основа брака – это любовь. А написано, что ибо Бог возлюбил, Бог мир так, что сделал? Отдал. То есть любовь всегда сопровождается отдачей, действиями. Жертвы. Поэтому в первую очередь начните жить для него. Конечно же, это классно, когда обоюдные стороны начинают эту работу с двух сторон. Но даже если он и не согласен с вами на данный момент, просто вот станьте активны в том, чтобы жить для него. Я верю, что у вас все получится. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Что делать, если муж оскорбляет словесно и бьет? Это плохо. Это очень плохо. Знаете, первая моя реакция на это, что никакое насилие словесное или физическое не должно существовать в браке. Но, к сожалению, оно иногда встречается. Для меня вообще эти вопросы очень многие непонятны. В том, что я понимаю, что корень где-то сокрыт совсем в другом. Не в том, что он тебя просто хочет бить или еще что-то. Где-то сокрыто в чем-то что-то другое. В первую очередь, если же ваш муж действительно violent, не дай бог, и действительно грозит или есть угроза вам и вашим детям, вы должны себя изолировать из такой ситуации. Но, конечно же, в то же самое время вы должны посмотреть, что является этой причиной, почему он так себя ведет. Конечно, нам так не хочется думать, но, а может быть, мы есть эта причина? Знаете, иногда у нашего мужа он что-то старается, но у него не получается. А когда у мужчины не получается, они сами злятся. Они не могут с этим справляться. И тут еще и мы. Ага, я же тебе говорила, тебе не получится. А тебе все равно не получится. Ага, вот такой ты у меня. То есть мы иногда можем его довести. Или как, ну, такой нехороший пример, один муж рассказывал, мы ходили в одну семью с пастырем, и он говорит, вот я, говорит, понимаю, христианская семья, она, ну, никакое насилие, я все понимаю. Но, говорит, иногда христианские жены этим провоцируют, встанет перед моим лицом и говорит, а ты меня не можешь ударить, а ты меня не можешь ударить. Но я верю, что у нас таких нету. Аминь, сестры? У нас таких нету. Но если у мужа есть какое-то словесное, скажем так, если муж оскорбляет словами и тому подобное, это тоже может быть источник какого-то его несправления с самим собой внутри себя. И он не знает, как это, с этим реагировать, и вы просто попадаете под эту подачу, скажем так. Поэтому очень-очень важно постараться определить источник этого. И когда уже, ну, определяется источник, тогда намного легче его лечить. Ну, я так понимаю, что не надо быть раздражителем. Но, Алена, а если есть такая женщина, которую, ну, да, может быть, муж не на своем месте, и он ее бьет, бьет, что бы вы посоветовали делать в таком случае, если он правда бьет, и куда ей идти? Если, как я уже сказала в начале, если есть угроза ее здоровью или ей и детям, сто процентов ты должна изолировать, ты должна прийти к братьям, ты должна сказать и попросить защиты в этом вопросе. Я хотела бы сказать, что давайте будем думать так, что для беззаконника есть закон. Поняли? Лучше, чтобы до этого не доходить. Если вы где-то виновны, попробуйте как-то сделать, чтобы было лучше. Но для беззаконника есть закон. Хорошо, готовы к следующему вопросу. Беда, муж перестал обращать на меня внимание. Это беда. Что делать? Ну, что делать? Ну, давайте будем так вот смотреть, что же нам делать? Ну, давайте будем опять думать, почему? Листайте странички своей жизни прожитой. Когда-то же обратил внимание, правда? Что-то нравилось, а потом перестал. Значит, где-то вы охладели, я так думаю. Значит, что я бы вам посоветовала? Ну, во-первых, с той позиции, если взять, что люди, мужчины, они любят глазами. То есть они любят смотреть на объект, чтобы он им нравился. Поэтому женщины, ну, я вам так чисто по-женски скажу, пока нету тут никого других, значит, женщины всегда, в любом возрасте, должны следить за собой, чтобы быть приятными, чтобы быть опрятными, чтобы быть уложенными, причесанными, чтобы, не дай Бог, не доходило такого, чтобы ходить в пижаме целый день. Понимаете? Потом, когда муж приходит с работы, постарайтесь немножечко подтянуться. То есть там зубки почистили, причесались, юбочку поменяли, или там это, ну, вы поняли, да? Где-то подухали, что-то вот почистили, и чтобы вы были опрятными, чтобы вы были приятными. И не только внешне, внутренне тоже. Встречайте его красиво с работы, старайтесь его накормить, старайтесь сесть возле него, посидеть, спросить, как дела, умейте его послушать. И еще я вам хочу сказать, мужчин наших сильно огорчает ропот. Вот такого нытья, вау! Поверьте мне, у меня четверо мужчин в доме. Я вам говорю, что это мужчины очень не любят ропота. Очень не любят нытья. Они очень любят, чтобы их уважали. Подтяните. Вот эти вещи, подтяните. Они очень влияют на мужчин. Никогда, ни при каких условиях, не дай Боже, не говорите, что у вас плохой муж. Ни где-нибудь в компании, ни ему, не говорите. Не сравнивайте его с соседом. Упаси вас Господь. Какой сосед? Нет, вы говорите, что самый лучший ты у меня. И просто верьте. И оно так будет. Даже если нет, опять будьте как земледелец. Вы сеете добрые. Вы сеете. И даже если год пройдет, даже если уже второе свернуло, вы сеете. Вы делайте. И оно начнет прорастать. Ну и прежде всего, я вам хочу сказать, знаете, Бог, это есть любовь. И все источники в нем. Если мы не будем подтягивать свое духовное состояние, то я скажу, мы не будем нравиться никому. Потому что сами по себе мы в принципе ничего вообще не представляем с собой такого привлекательного. Правда? Вот посмотрите, каждый в себя в глубину, ничего такого особенного нет. Но знаете, Господь, когда приходит в нашу жизнь, Он как-то делает нас благородними, культурнее делает нас. Знаете, ну вот такого царского происхождения мы немножко получаемся. Вот держитесь. Это вот царского происхождения. Аминь. Аминь, аминь. Аминь, аминь. Я, знаете, только вот не хочется еще раз суммировать, что говорит Наталья Степановна. Она как хозяйка может рассказывать детали. Я, наверное, стесняюсь деталей, рассказывать. А вы не стеснялись? Да. Но я хочу сказать, что, дорогие мои, мы все знаем, что никто не может устоять перед женской красотой. Так или не так? Да. И это мы читаем с самой первой страницы Библии. Так? Что Адам даже там не справился. Правильно? Но в то же самое время есть еще одно место, которое написано, что сварливая жена, как что? Как гниль в костях. Вот представьте, что у вас в костях постоянно что-то ноет, гниет, зудит. Что вы хотите с этим сделать? Избавиться от него. Подальше держаться, чтобы оно, наконец, уже успокоилось. Так или не так? Поэтому вот то, что говорила Наталья Степановна, оно вот действительно можно суммировать в этом. Хорошо, спасибо. Вот такой вопрос. Мы часто ссоримся. Что делать, чтобы не оскорблять друг друга? Классно. Вот зала говорят ответ. Помолчать. Зал имеет ответ. Помолчать. Само классно. Иногда кажется, ну вот, можно я вас буду назвать девочкой? Я в церкви всех своих женщин, нету какого возраста, называю девочками. Девочки, давайте вот просто посмотрим, да? Мы знаем, что нельзя ссориться. Знаем? Знаем. То есть, первое, мы должны согласиться, что это плохо. Мы знаем, что это плохо. Библия говорит, что это плохо. Мы знаем, что брак создан для того, чтобы быть хорошо. Правильно? Но если все эти вещи мы понимаем, что надо сделать? Просто не делать. Просто не ссориться. Мы у моего мужа, недавно было 50 лет, и в церкви праздновали ему, и сделали, вот вызвали нас на сцену, и решили сделать такой surprise talk show с нами. И они спрашивают, вот у вас бывают какие-то там, ну, ссоры, или скандалы в доме, или какие-то непонимания между вами? Вот как вы себя ведете? И мой муж так посмотрел на них, говорит, ну я просто не ссорюсь. Я просто, ну пусть что там хочет говорить, а я знаю, что, а что ссориться? Ссориться это никуда, ни к чему не приведет. Я просто не ссорюсь. Я так смотрю на него, говорю, ну да, у нас в доме есть мнение. И все. А после того, ну, ты хочешь там, кричи, хочешь еще что-то. Он сказал, и он даже не ссорится, потому что он понимает, что так добру не приведет. Ну и я поняла свою сторону, что бесполезно что-то делать, потому что даже-то ссориться с не с кем. Он не ссорится. Поэтому вот так вот, давайте поймем, что это к добру не приводит. Это не нужно. И просто не будем ссориться. И все. Ну я думаю, что мы все понимаем, что ссора – это плохо. Но ссорятся люди не потому, ну что они хотят поссориться. Хотя бы есть, может быть, и такие, какой-то, не знаю, заряд получают. Но это плохо. Но вот люди, наверное, хотят, как бы, иметь свою точку зрения и думать, что вот их точка – это больше правильная. И дружки стараются доказать, если такое имеется быть в семье. Дайте кратенький совет, что делать женщине. В том случае, может, она действительно и права, но так как пошло камень о камень, что ей сделать? Всегда молчать, потому что мнение есть? Или как-то по-другому преподносить? Девочки, мы всегда имеем мнение. И в этом ничего нету плохого, что мы имеем свое понимание какого-то вопроса. И мы всегда имеем право это высказать. И Бог нас не лишал этого. Но если вдруг какой-то конфликт или непонимание мнений, или разные мнения, вот тут-то мы должны принять власть другого мнения. Вот тут-то мы должны согласиться, что на этот момент вот это есть мнение. Даже если оно нам кажется полностью неправым. И признаюсь вам, что в жизни иногда мужчины делают неправильные решения. И это нормально. И мы не отвечаем за их неправильные решения. Они несут ответственность за нашу семью. Но иногда им нужно сделать неправильные решения, чтобы научиться делать правильные решения. И если мы всегда их будем вот обрезать, дергать, мы их просто, ну извините за такое выражение, затуркаем. Мы им не даем возможность расти или состояться в том, куда поставили на ту позицию, куда поставил их Бог. Поэтому мы должны понимать, что мы не то, что у нас нету мнения или нету голоса. Мы личность. Мы творческая личность. И Бог очень много влаживает в нас. И мы должны своими делиться мнениями, своими пониманиями и всем остальным. Но в то же самое время мы всегда должны оставлять место для того, что наше мнение может быть overwritten или, как правильно сказать, заменено. И мы должны с миром принимать это. Ну, я думаю, что человек Божий, он не гневлив. Понимаете? Мы не должны быть гневливы. Мы не должны быть скорые на такие, знаете, резкие, быстрые ответы. Не надо, не спешите. Знаете, это не лучшее. Оно просто может лишить вас просто благодати и все. Лишит вас сердца мира и все. Поэтому лучше, вот, знаете, идите в школу Иисуса, вот, где там научиться крутости для женщины. Это номер вон. Так что, девочки, урок. Не туркайте своих мужей. От этого они умнее не станут. Вот, благословляем. Следующий вопрос у нас очень от какой-то старательной женщины. Очень старательная. Я стараюсь изменить своего мужа. Но это трудно. Признается, что трудно. Стоит ли смириться или добиваться успеха? Ну, я, девочки, вам так скажу. Очень благодарна за откровенность. Знаете, люди чистосердечные, откровенные. Это очень хорошо. Ну, я бы вот бы как бы посоветовала так тоже чисто, откровенно. Сказала, ну, а может быть, может, не надо так сильно стараться его менять. Может быть, взять и что-то поменять. Знаете, вот, начать себя менять. Не его, а себя. И, возможно, это будет проще для вас. Понимаете? Хотя скажу, что не настолько и просто. Потому что, знаете, владеющие собою это даже больше, чем завоеватель города в притчах пишется. Поэтому, ну, а Павел же говорил, научился. А давайте научимся. Вот немножечко, шаг за шагом, и будем, знаете, овладевать собою. Вы поняли меня? То есть, нет смысла поучать мужа. Тоже не очень много успеете. И я бы сказала, что, вот она пишет, чтобы добиваться успеха или оставить это дело. Ну, я бы сказала, успех хорошо, но лучше добиваться успеха в себе самой. Мужа лучше оставьте. И я вам скажу, что, знаете, вот не зря же я вам сегодня вот примеры приводила. Когда ты начинаешь смиряться, как эта обстановка сама собою смягчается немножко. Пусть не на сто процентов, но уже чуть легче. А дальше вы просто молитесь, а что бы еще предпринять? И знаете, а потом пройдет несколько лет, вы оглянулись, а он же другой чуть-чуть. И вы другие. Правда? Давайте будем просто мирны. И еще мой совет такой. Вы много старайтесь беседовать с своими мужьями. Знаете, мужья многое вещи не понимают, так как понимаем мы женщины. Они нас часто могут чем-то огорчать. На ихнем уровне это сущая чепуха. Для нас это целое дело. Понимаете? Это целое дело. Я вам хочу рассказать один маленький случай. Знаете, когда-то мы жили в Белой Церкви, и был, наверное, маленький Богдан. И я ехала с коляской, и продавали цветы. И у меня не было много денег, и было последних рубль или два в кармане. И я взяла и купила в конце аллеи букет. А муж мой говорит, ты что, так и букет купила? Я говорю, ну да. А вот так, а что же вроде денег нету? А я говорю, ну я так люблю цветы. Вы знаете, он несколько минут вообще удивлялся, стоял, смотрел, пожимал плечами. Но вы знаете, ему дошло. Вы помните его? Он всю оставшуюся жизнь всегда учил мужчин дарить женщинам цветы. Вы помните же, да? Это просто вот купила себе. И знаете, он часто говорил, даже просил меня, ну ты можешь мне сказать, что тебе не нравится? Почему же мужчины должны догадываться? Они часто недогадливые. У них, знаете, другой подход к жизни. Они многие вопросы могут не понять. И отсюда пойдет недоразумение, непонятие. Понимаете, он как бы не хотел, а вы обиделись. Как бы не хотел, а у вас уже пропало настроение. Поэтому, сестры, мои дорогие, будьте более откровенны. Часто приходите к своим мужьям, обнимайте их, садитесь возле них. Я очень серьезно говорю, не для юмора, не думайте. Это правда. Без этого семьи не бывает. Семья созыждится на любви. И вы не можете жить, как просто двое порядочных людей, которые совместное хозяйство ведут. Понимаете? Абсолютно. Вы оказываете друг другу знаки внимания, чтобы жизнь не была такой серой. Понимаете? Говорите своему мужу. Знаете, я вам прямо скажу. Я раньше все так говорила, но порой искупилась. Думает, да, не надо так сильно баловать. А то все вокруг хвалят, и вот подумает, что прямо ангел. И так иной раз скажу, а иной раз просто отметочку сделаю для себя, и не скажу. А знаете, я теперь жалею. И поэтому вас, молодых, я хочу сказать, не скупитесь, не стесняйтесь, садитесь поближе, обнимайте, поцелуйте, скажите, что самые лучшие, а посмотрите, он обмякнет, и где-то через день-два и вас обнимет, и к вам сядет поближе. Будьте мудрыми, научитесь, будьте мудрыми. Любимая фраза моего мужа, он говорит, когда жена, поставившая цель изменить своего мужа, она провоцирует мужскую природу не поддаться. А мудрая жена делает это очень естественно. Как красиво. В зал зашли двое мужей. Один из них, из них это мой, я уже начинаю стесняться. Он что-то машет. Мы им разрешаем, разрешаем их послушать. Ну, сейчас у нас на самом деле очень серьезный вопрос. Это, конечно, касается наших детей. Это всегда то, что болит, это всегда то, что дорого. И вопрос такой. У моих детей, я смотрю, что есть травмы на сердце. Может быть, из-за чувства, что их не любят. Что ими всегда недовольны. Ваш ответ. Ну, это вопрос, сложный вопрос, действительно. Конечно, здесь хотелось бы попытаться разобраться больше эти раны, потому что они их получили от родителей, или раны где-то им кто-то раньше нанес. Они чувствуют нелюбовь родителей или кого-то другого. То есть, ну, как бы могут быть разные стороны. Но, наверное, мой первый совет будет, что попытаться поменять подходы к своим детям. То есть, те подходы, которые у нас были до этого момента, значит, что-то не работает, или наш ребенок не принимает их. Поэтому нам надо пересмотреть, как мы относимся к своему ребенку или как мы подходим к нему. Знаете, у меня один такой случай был, что одна девочка, ей 15 лет было, она говорит, знаешь, моя мама меня ненавидит. Я просто так. Ты что? Я говорю, таких родителей нет. Я каждый раз, когда встречаюсь с подростками или с детьми, или с молодежью, я им всегда твержу одно, что каждый родитель любит своего ребенка. Может, он не так как-то любовь свою выражает, может, как-то по-другому воспитание, но нету такой мамы или таких родителей, которые хотели бы что-то плохое для детей. И вот она мне заявляет, что моя мама меня ненавидит. Я просто, я говорю, ты что? Такой мамы не бывает. Каждая мама любит своего ребенка. Это в нас заложено. Мы готовы отдать все к нашему ребенку. И она мне начала говорить обыкновенные вещи, что вот просто мама ее очень раздражается, когда вдруг она что-то не так сделает или не так оденется, или еще что-то. Что ее мама, если она приносит плохую оценку, ее мама кричит на нее. Ну, вроде бы, как бы нормальные подходы воспитания, да, это наша реакция. А ребенок это все принимает на себя, что как будто она вызывает у матери вот это раздражение, или вот это невоспринятие, или еще что-то. Поэтому, опять же, здесь тяжело сказать, потому что неизвестно, ну, именно о каких ранах говорится. Но в первую очередь надо пересмотреть свои подходы к ребенку. В чем нуждается твой ребенок? Молиться об этом. Вообще каждый ребенок, индивидуальный ребенок, и то, что работает вот с этим моим ребенком, вот со вторым может такое не сработать. Я тоже часто повторяю, у меня трое детей, и первых двоих детей у меня просто, как я говорю, perfect kids. Я с ними не знала ни тинейджер, возраст переходной, ну, вообще золотые люди. То есть дети. И я так даже думала себе, ну, perfect мама знает, как воспитывать. Ну, все зависит от родителей, от воспитания, какие правила дома и тому подобное. Но третий мой ребенок, он испытал меня во всем, в чем только можно испытать. И все мое знание, и все мои методы, которыми я воспитывала первых двоих, их просто надо было собрать и выбросить. Конечно, Бог многому меня учил и учит еще через этого ребенка. Но к чему я веду, что каждый ребенок индивидуален. И второе, что каждая из нас, как мама, должна понять, что в нас, внутри нас, есть все необходимое, что нужно для нашего ребенка. Бог заложил в этом нас. Оно у нас есть. Если бы оно у нас не было, то Бог не дал бы нам этого ребенка. То есть если он его доверил нам, то в нас есть все необходимое, чтобы правильно воспитать и послужить этому ребенку. Мы должны в это поверить, и мы должны отыскать это. То есть не говорить, что я не знаю, я плохая такая мама. Мы должны принять эту мудрость, которая заложена в нас Богом. И вот просто спрашивать, как и Якова написано, не хватает мудрости? Спрашивайте. Обращаться к Богу, спрашивать и поступать, как твое сердце влечет. Но иногда нам нужно выбросить те методы, которыми, может, нас воспитывали. Очень часто мы пользуемся этим же. И оно, особенно к этому поколению, оно не работает. Потому что здесь личность воспитывают по-другому. It's everything about them. Здесь в школах воспитывают, что тебя никто не может огорчить, унизить. It's all about you. Это все твои личности. Это ты, ты, только тебя. Поэтому, если кто-то что-то сказал, это ранит этого ребенка. Поэтому нужно найти ключ, чтобы вот с его стороны, с его языка понимания любви проговорить к нему, чтобы пришло исцеление. Ну, я бы хотела дополнить, знаете, что, мне кажется, вот мы старшее поколение, знаете, как-то нас, мне кажется, в детстве не так много целовали, не так много говорили, что они нас любят. Я вот как-то, не сильно такое у меня в памяти, такие вещи. Но я хочу сказать, что то, что каждый ребенок индивидуален, это правда. И меня, мои дети, подкорректировали много в этом. Знаете, я вроде бы всех любила одинаково, но поняла, что не ко всем одинаковый был подход. И было кое-что неправильно. Знаете, я была, может быть, строгой мамой. Я боялась, чтобы они ушли в мир. Я боялась, чтобы они хлебнули греха. Я хотела оградить. И я, знаете, так, как наблюдала всегда за ними. Кто где, кто где, как, когда пришел домой, когда ушел. А знаете, тоже, у меня есть очень хороший ребенок, мой последний ребенок, Виталик. Он был настолько послушным, и вот он мальчик, я его даже никогда не била. Не за что было. Он был послушный. Но когда он подрос, он меня подвоспитал. Знаете, если я хочу ему что-то сказать, и если я набираю разгон, он говорит, я не хочу. Мне не надо слушать это. И я, знаете, я тогда, Господь заставляет меня смиряться. И я, знаете, смиряюсь, уже молюсь, и сижу, и ловлю момент, когда он сядет кушать, он не будет спешить, и я тут сажусь. И знаете, как говорится, до плинтуса смиряюсь, и начинаю просто так, знаете, тоже, тоже, что я хотела сказать. Я и говорю, ну, таким ангельским довольно тоном. Ты у меня такой умненький. Вот это крада, ты уже сколько проучился. Вот ты уже, ой, я вижу, ты уже стал много понимать. Ну, вот это, вот если бы ты, вот это. И знаете, оно лучше идет. Оно лучше идет. И еще хочу сказать, что я вам говорю, что у меня четыре мальчика, одна девочка. И я тоже для себя не так давно сделал открытие. Мальчики в возрасте уже, ну, не по шесть лет, но тем не менее, они любят, когда их обнимают, целуют, говорю, что я за ними скучаю. Казалось бы, же серьезные мужчины, а тем не менее, приятно им. Поэтому я сделала вывод, что, знаете, вот американское общество, оно как-то так, немножко неправильным уклоном, как с библейской позиции идет. Оно часто говорит так, что, знаете, что вот личность, это как, ну, как делают, как такой культ личности, что вот какой я и есть, вот я такой, вот, и не поменяюсь, и вот таким вот, вот, и любите меня. С одной стороны, мне кажется, ну, кому ты нужен, вот такой непомененный? Аминь. А с другой стороны, получается, что, изменяются люди тоже больше добром и ласкою, чем кнутом. Это правда. Знаете, даже лошади кнута не хотят. Поэтому, вот нам, мамам, надо понимать, что в этом мире к ним такой, знаете, находят подход, вот ты такой, вот ты личность, вот тебя никто, а мы, как мамы, мы тоже должны как-то смириться и понять их не внутренность, потому что они очень многое ждут в доме, их грузят, где они учатся, где они работают. Они приходят домой, а дома их стружку снимают, строят. И оно, знаете, не всегда получается гармония в этом. Они приходят домой, они ждут, чтобы в кухне пахло супчиком, пирожками, чтобы мама подошла, чтобы обняла, чтобы папа ободрил. И у них тоже свои трудности. Попробуйте, им очень трудно выжить в этом мире наполненном полным хаосом, полной противоположностью всего библейского. Попробуйте детям. Детей просто нужно, я как сейчас сделала вывод для себя, что детей нужно расположить к себе. К сожалению, надо очень расположить к себе, приложить минимум стараний, это говорю вам с пережитого, чтобы расположить, чтобы они слушали и уважали. Я никогда не думала, у меня все дети верующие, один ребенок мне не ходит в церковь, и я хочу сказать, что я никогда не могла допустить мысли, что я буду перед ним смиряться. Но проходят годы, и я вижу, что этот ребенок больше всего на меня повлиял, что я поняла, что нужно смиряться родителям много перед детьми. Я бы раньше этого не восприняла, понимаете? А сейчас я воспринимаю. А что вы имеете в виду, когда вы говорите, что нужно смиряться перед детьми? Можете как-то чуть-чуть прошить? Да, ну вот, знаете, я же говорил, не знаю, все меня поняли или нет, что вот раньше я могла бы с разгона, с разбега вот отчитать. Теперь уже так не делаю. Они повзрослели, оно не работает. Знаете, когда были маленькие, шлепнул по заднице, оно тебе сдачи не даст и боится, чтобы еще раз не шлепнули и сделает то, что ты просишь. Правильно? А теперь он знает, не шлепнуть, ничего маме нельзя, но как-то же маме нужно найти дорогу к его сердечку. У нас нету другого. Тем более, Господь нас создал такими, чтобы мы могли почувствовать. Отец не всегда даже почувствует ребенка, как почувствует его мама. Поэтому мамы, я к вам обращаюсь, будьте жертвенны, не обращайте внимания на суету, на то, что вы что-то не успеваете. Давайте своим детям любовь, потому что мы не знаем, что их в будущем ждет. Может быть, они никогда ее больше в жизни вообще не встретят. Дайте, вы будете сожалеть, если мы это время пропустим. Я раньше сама так не понимала. Я думала, много строгости надо в воспитании, чтобы дисциплина была, чтобы поняли все. Сейчас я вам скажу, нет, больше работает любовь. Вы поняли меня? Если что-то не поняли, простите, может, где-то кому-то и не угодило, но это то, что проходило я сама и желаю просто вам. Спасибо. Я вижу, что глаза на мокром месте у некоторых. Правда, болит сердце за детей. Всегда. Пусть Господь благословит и даст мудрости. И пусть наши все дети до одного, пусть они служат Господу. Мы их благословляем этим, говорим это. И придет время, когда Господь постучится. И пусть придет в жизнь каждого ребенка. И это своим желаю и желаю вашим детям. Хорошо. Следующий вопрос наш такой. Как сохранить распадающийся брак? Что делать? Ягоды. Вопросы, я вам скажу, похожие, да? Вы видите, немножко похожие. Оно все, знаете, как говорится, одного поля ягоды. Все оттуда. Ну, прежде всего, я все-таки скажу, знаете, когда мы в духовном плане более на своем месте, более боимся Господа, вникаем в Слово Божье, вот этих случаев поменьше у нашей жизни. Но когда мы охладеваем, немножко удаляемся от Бога, то это все настигает нас, к сожалению. Но за брак, я говорила, уже еще раз скажу, это просто нужно бороться. Не сдавайтесь. Никак. Никак. Если вы устали, идите к братьям. Если вы молились и устали, и нету сдвига, найдите себе старшую женщину, с которой вы можете советоваться, которая вам поможет в молитве, потому что если вы выдохлись уже, молились, и никому не говорили, то уже за вас немножко нужно молиться. Поэтому найдите себе хорошую женщину-советчика, только желательно, чтобы она была старшего возраста. И посоветуйте с служителями. И еще беседуйте много с мужем своим. И потом еще, знаете, если вот у вас такая жизнь была, как-то, знаете, ну немножко такая серая, вот все одно и то же, одно и то же, ну разбавьте чем-то. Ну пригласите мужа в ресторан. Ну что-то такое новенькое, какую-то поездку предложите. Ну что-то такое сделайте, что вы не делали. Ну подарите что-то, ну скажите что-то, пройдите какие-то семинары. Есть же сейчас некоторые даже классы. Есть же много книг сейчас христианских. Попрактикуйте что-то, поизменяйте что-то, попробуйте что-то внедрить. Может быть вам поможет. Ну вот то, что я... Ну и конечно, я понимаю, что, конечно, основа этому – это молитва. Потому что в Писании говорится о том, что если Бог не созыждет, то это трудно. Поэтому, если вы преградой, сделайте все возможное, чтобы вы не были преградой. Я думаю, мы уже много сказали об этом. Я еще хочу добавить, я не знаю, может быть, кому-то это будет в пользу. Если у вас есть достаток финансовый, и вы можете себе позволить, хотя бы я думаю, если уже брак распадается, нужно приложить усилия, и можно выделить финансы. Есть такой Institute of Marriage. Это американская организация, куда вы приезжаете своим мужем, если я не ошибаюсь, там на несколько дней, и с вами работают профессиональные люди, рожденные свыше. Они настолько дают вам attention. Это возможно. Может быть, вам нужен такой boost. Может, нужно что-то интенсивное. Посмотрите, сделайте research. Это этого стоит, потому что развод все равно будет дороже. Дороже для души, и для духа, и для ваших детей, и для всех. Хорошо. Следующий наш вопрос – это обязана ли я простить своего мужа за измену? Очень интересный вопрос. Конечно, одним словом сказать, обязаны ли вы простить? Простить обязаны, потому что к этому нас призывает Библия. Мы должны прощать независимо, что, как. И написано «Простите, и прощено вам будет». Правильно? Если мы не простим, то вот эта обида, она может стать открытой дверью для того, чтобы в нашу жизнь пришло много-много того, что мы не желаем, чтобы оно пришло. То есть простить вы обязаны. Но жить с мужем – это уже ваше личное решение. И сделать это решение нелегко. Мы, конечно, когда с мужем встречаемся с некоторыми парами, мы всегда советуем, поощряем, вдохновляем, чтобы простили и оставались вместе. Но опять же, этот выбор, он стоит за вами. Даже Библия говорит, что при измене одного или второго вы свободны от этого. Но когда вы делаете выбор бороться за ваш брак, простить и бороться за ваш брак, 99% – это заканчивается успешным созиданием вашей семьи. Многие разводы ничего хорошего не принесли. Не принесли никакого благословения даже на этой основе. Поэтому это ваше решение. И я верю в то, что если вы делаете это решение, да, оно не будет легким, этот процесс не будет легким. Но Бог будет на вашей стороне. И Он будет помогать вам созидать этот брак. Я, знаете, часто беседую с женщинами, и часто доводится мне такое слышать. Вот оставлю его, сниму себе квартиру, и буду служить Богу. И, знаете, оставила, сняла себе квартиру, а Богу служить не сильно получается. Знаете, в сердце много боли, много страданий, и если ты ее не излечишь, если как-то не придет Божье присутствие в твою жизнь, ничего не получится. Даже в отдельной квартире плохо будет. Но бывают такие, бывают такие, как вы думаете, бывают такие моменты, что жена действительно, она и простила, и долгое время это переживала, и несла, и живет. Но муж, ему там удобно, комфортно. Что ей делать? Потому что в нас, вот в нашей среде, в которой мы выросли, развод настолько не поощряется, и уже на женщину не так смотрят иногда, к сожалению. Даже, может быть, если это, ну, может, ну, причина, конечно, всегда вдвоем виноваты. Но вот что делать женщине, которая живет этом, годами в этом? То есть, я понимаю, вопрос состоит не в одной измене, а то, что муж продолжает изменять. Если, вот, если, к примеру, муж неверующий, и он просто живет своей жизнью, и просто, и продолжает жить, и жить. И что женщине? Должна ли она, как христианка, просто принять это? Или можно? Ну, как можно? Вообще, как я сказала, что на основе Библии, Библия разрешает, она освобождает женщину на уровне измены. То есть, если ваш муж изменил, Библия вас не обязывает жить с ним. То есть, если вы его оставляете, вы не грешите пред Богом, вы свободны от Него. Но, опять же, я здесь говорю, если женщина делает выбор бороться за свою семью. Здесь уже вопрос идет благодати, я так назову. Надеюсь, что вы меня поймете. И когда я говорю бороться за свою семью, это не только простить измену. Если пришла измена в семью, там намного больше проблем, чем просто муж пошел и изменил. То есть, где-то потерялись отношения, где-то потерялась близость, где-то еще что-то случилось. Поэтому нужно бороться за брак. Не бороться за мужа, чтобы он еще какой-то не пошел. Извините за такую откровенность. А бороться за то, чтобы между нами было соединение, чтобы наш брак был полноценным браком. И я верю, что если брак восстанавливается, то муж больше не пойдет куда-то. Если муж продолжает просто ходить везде, то есть вы ему неинтересны, то не надо бороться за измену, а надо бороться о том, о чем сестра Наталья Степановна говорила нам в начале. Как сохранить брак, бороться за брак, а не бороться за мужа? Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, к сожалению, есть такое, что женщина уже все предприняла, уже все попробовала. И она христианка. И много лет муж ведет себя плохо. Есть такое, не так часто, но есть. Хотелось бы посоветовать такой женщине, чтобы она просто укрепилась с надеждой на Бога. Чтобы она не оставляла Бога. Чтобы она в Боге успокаивалась, служила Богу. Ну, как-то Бог допустил, вот пришлось идти такой дорогой. Дорога трудная, очень нелегкая, изнурительная. За таких женщин нужно молиться, нужно их поддерживать. И, конечно, что я бы советовала этим женщинам, чтобы они просто искали Бога. Потому что, вы знаете, вот эта тоска и печаль, они просто порою давят так, что невозможно выдержать. И это трудная дорога. Но другого у меня совета нет. Как просто приближаться к Богу и жить с Богом. Ну, что тут поделаешь? Если ты не можешь его заставить жить христианской жизнью, жить по-другому, поменяться. Выбор небольшой. Получается, служи Богу, приближайся к Богу и утешайся Господом. И все. И вот хочу добавить, если женщина выбирает этот буть, действительно, нелегко. Но когда ты его выбираешь, то, как сестра Наталья говорила, что вот, ну, печаль это все, ты должен найти в себе веру и силу принять от Господа что-то другое. То есть, если ты сделал это решение, то ты прими в полноте этого и живи в свободе этого. Потому что, если ты будешь нести это как груз, как печаль, как вот это, то, ну, простите меня, но навряд ли муж ваш обратит на вас внимание, ну, не на нас, а на ту женщину, которая будет вот под печалью продолжать стараться сохранять свой брак. То есть, я верю, что, если женщина выбирает это решение, ей нужно в первую очередь фокусироваться, как сестра сказала, на Боге, чтобы ей пришла свобода. Я верю в эту свободу, что любовь Бога, она освобождает, она разрушает этот страх, она разрушает этот гнет, который вот этот грех мужа сковал нас или поселил на нас. Поэтому, если это есть выбор, я верю в естественную работу Бога, что Он может нас освобождать от этого. Мы должны в первую очередь найти свободу, но не нести это как бремя, потому что, если мы идем под бременем, то навряд ли мы сможем понравиться неверующему мужу. То есть, мы будем ну как бы в таком отчаянии, горечи и тому подобное. Поэтому, мы должны искать вот эту свободу в Господе. Но я бы еще чуть-чуть извиняюсь, хотела бы сказать, что, знаете, если так и случается в жизни, не показывайтесь без конца пред мужем плачущими, такими унылыми, что вам свет не мил, потому что в притчах написано, что светлый взгляд, он радует сердце. Поэтому не будьте унылы, не будьте печальны, наоборот, понимаете. И еще хочу сказать, что, знаете, иногда нам кажется, когда мы живем одни, что вот бы у меня кто-то был, вообще бы все было по-другому. Но я одна, поэтому так. Но, знаете, замужество не решает все проблемы нашей внутренности. Не решает. Есть такие сферы нашей духовной жизни, на которые замужество не действует и никак не отвечает положительно. Поэтому будьте с Богом. Примите для себя решение, как бы ни было, служить Богу. И все. Следующий вопрос у нас от вдовы. Я потеряла супруга. Как справиться с горем? Знаете, Писание говорит, что истинная вдовица пребывает день и ночь в молитве и в молениях. Я не так давно, как стала идти этим путем. И я скажу, это да, нелегко. Очень даже. Очень нелегко. Но я скажу, что я не знаю, как живут неверующие люди. Но я вам скажу, как я благодарна Богу, что Он есть в моей жизни. Это просто здорово. Он мое дыхание, Он глоток жизни для меня. Он моя сила, Он тот, кто поднимает меня. Это так здорово, быть близко с Ним. Я даже могу немножечко вам засвидетельствовать вот последнюю недельку. Знаете, я жила, я очень переживала за конференцию. Ну, переживательный человек и все. Хотя вроде не первый раз делаю, я все равно за все волнуюсь. И знаете, я не могла поститься много, потому что там у меня есть проблемы некоторые со здоровьем, с гемоглобином. И я немножко и унывала из-за этого, что я вот не могу пребывать подолго в постах, а мне так хотелось. И я с Богом договорилась. Вот молилась и говорю, Господи, а Ты приди ко мне ночью. Вот приди ко мне, допустим, в три часа, в шесть часов, как закажете, как захотите время. Приди и без будильника прикоснись ко мне. И вы знаете, Он приходил. И когда я просыпалась, открывала глаза, у меня рядом такие часы, которые горят. Я когда смотрела на эти часы, у меня, наверное, начинали слезы катиться. Я вставала, у меня сонная, это же, понимаете, ночь глубокая. Я вставала и думала, Боже, как это мило, как это дорого, как это здорово. Вот Ты пришел среди ночи. Иисус, мы сейчас поговорим. Иисус, я так хочу, чтобы на этой конференции была молитва. Вы все свидетели. Это так хорошо. Но я вам хочу сказать, это так и нелегко с одной стороны. Но я скажу, что слава Богу, что есть Бог. И я скажу всем вдовам, держаться только Господа. Это то, что я вот говорила перед этим. Держитесь Бога, держитесь церкви. это самое лучшее место для вас. Вы будете что-то еще добавлять? Наверное, одно слово только скажу. Как любая рана, если она еще живая, то не нужно ее снова раскрывать. То есть, если есть возможность, стараться не жить воспоминаниями, пока эта рана не кровоточит. Как сестра говорила, идите в церковь, идите еще куда-то, живите Господом. То есть, старайтесь своим разумом не возвращаться туда снова и снова, чтобы эту рану, наоборот, делать глубже. И опять же, я верю тоже Господу, что наш Господь, это есть наша надежда упования, и Он есть наш помощник. Следующий вопрос. Как наладить отношения со свекровью? Вот вы, вы свекровь, и Наталья Степановна свекровь. Невестка чувствует, что она ее не любит, я понимаю, что свекровь меня не любит, и всегда настраивает мужа против меня. Ну, это всегда, это неправда, что всегда, но мы же нам всегда. В этом есть какая-то доля правды, потому что, ну, в мире ходят вот эти все шутки, да, про свекровь, про тещу и тому подобное. То есть, в этом есть что-то, что действительно происходит. Но я не принимаю это, я не соглашаюсь, что это должно быть в христианских семьях. Я считаю, что у нас совсем другие стандарты, я считаю, что у нас совсем другие подходы. Я являюсь и невесткой, то есть у меня есть мама моего мужа, правильно, и я являюсь свекровью, то есть у моего сына есть жена. Я являюсь как бы на двух местах. И для меня самое важное это понять свою позицию. В первую очередь, наверное, скажу, как свекровь. Я, когда у меня дочь вышла замуж, ну, как бы, я понимала, что она выходит замуж, но я тоже когда-то выходила, да, я как-то себя настраивала на это, я понимала, что у нее муж-глава, там, ну, тыры-пыры и тому подобное, и как-то мне было и вот в этом легче. Когда сын женился, у него классная жена, прекрасная девочка, ничего не имею против и восхищаюсь ей, но я никогда не думала, что меня будет так цеплять. она же ему не так брекфаст подает, как я подавала. Она же не так его одежду стирает, как я стирала. Она же это и она же то. То есть, мы, как мамы, особенно с мальчиками, were very overprotected, потому что мы выполняем роль женщины в ихней семье. и когда мы их передаем вот здесь, то мы ожидаем, что они выполнят эту же роль. Но их на эту роль никто не ставил. Они не должны их так же кормить, как мы кормили. Они не должны так же их обстирывать, как мы обстирывали. Лучше, может и лучше. А в то же самое время давайте подумаем о себе, когда мы только женились. Так мы сразу за ними так дрожали, вот чтобы они там ничего не как мамочки ихне, скажем так, вот, ну грубо, да. То есть, когда я начинала понимать эти вещи, и плюс я понимала, что у меня к добавок к этому играет какая-то женская ревность, потому что сейчас не я самая главная женщина в его жизни, а она. Не, ну как это? Ну, а теперь становлюсь на сторону жены. Я же хочу быть его самой главной женщиной, правильно? Я даже не могу допустить мысли, что он любит свою маму больше, чем меня, но это даже неправильно. Окей, теперь перебегаю на стороны свекрухи, смотрю. Не, а как это так? Подождите. Поэтому, когда ты начинаешь понимать вещи, что созидается новая семья, тебе нужно ее отпустить, она уже есть главная женщина в его жизни. Все, что ты должна сделать, это в первую очередь принять ее, доверить ей своего сына. я вот так специально говорю, доверить, то есть мы должны принять, что она не хуже позаботится о нем, а еще лучше, и позволить ей строить свой дом, потому что это ее дом. Я говорю со стороны женщины, я не говорю сейчас, кто глава в семье и тому подобное, я говорю со стороны женщины. И в твое время, как свекрови, все, что тебе нужно сделать, это попробовать стать на позицию, чтобы она почувствовала, что ты ее приняла и ты ей отдала. Вот здесь ты заработаешь ее уважение. И когда ты зарабатываешь ее уважение, она открывается к тебе. И вот здесь ты можешь послужить каким-то советом или еще чем-то. Со стороны невестки в первую очередь мы должны понять, что это есть мама мужа. Почему-то мы, когда мама мне сделает замечание, скажем так, ну тут ничего такого нету, ну мама, конечно, она имеет право мне сделать замечание, но как вдруг мама моего мужа сделала замечание, о, она настраивает меня против мужа. Чего она влазит в мою семью? Нет, это неправильно. Мы одна плоть, она твоя мама, она моя мама, я уважаю ее и принимаю как свою маму, и поэтому если вдруг она что-то и неправильно мне говорит, я понимаю, что она может женщина старшая, может у нее было другое воспитание, чем в моей семье и тому подобное, я не всегда обязана принять то, что она говорит в мою семью, но ни в коем случае не могу ее унизить, я должна ее уважать как свою маму, как маму моего мужа. Знаете, я всегда себя ставила на ту позицию, что это мама моего мужа, и я должна ее уважать, независимо ни от чего. В то же самое время свекровь, она чувствует твое уважение. Если она чувствует, что ты от нее, как говорится, это самое, она будет наоборот, ну как женщина, извините за такое это самое, стараться влезти туда. Но когда она будет чувствовать уважение, вот это особое место для нее, ее попытки пробить эту дверь, они прекратятся, потому что будет совершенно по-другому. То есть вот здесь в этой ситуации мне кажется две стороны должны постараться понять свою позицию и в то же самое время не забывать, что вот если я невестка это мама, то есть это ее ребенок. Да, это моя семья, но она все равно имеет право какое-то на своего ребенка, которое мы должны учитывать и отдать ей должное в этом. Поэтому пусть Бог благословит каждого и невестку и свекровь. я бы сказала, чтобы я и мама, и свекровь, и невестки есть у меня, и зять у меня есть, и я хочу сказать, что прежде чем они переступили мой порог, я как-то приняла такое решение в мое сердце, кто бы они ни были, я буду их любить. И я вам скажу, я не могу схвалиться собою, но я вам скажу, что мне как-то по жизни Господь помогает во многом. Я вот его попросила и как-то, знаете, получаться стало с Божьей помощью. Я люблю мою Олю, мою Танюшку, я люблю моего Сережа, зятя, но я хочу сказать, что я все равно стараюсь их любить. Я принимаю в этом активное участие, чтобы мне их никогда не обидеть, а проявить им и заботу, и любовь, и то же самое невестки. Если они увидят, что вы к ним с открытой душою, что вы их любите, они будут вас уважать. И оно получается так, что мы люди верующие, мы же читаем Библию, и вот мы в Библии, мы находим, что эти связи должны быть родными, мы должны друг друга уважать, считаться с друг другом. и поэтому мне очень не нравится, когда девочка робко приходит в твою семью, пытается мамой тебя назвать, довериться тебе, а ты так измерительным взглядом на нее, она невестка, она не родная, это неправильно, мы так не можем жить, она твоя дочка, мы обязаны ее любить, Бог ведь тебе ее послал, ты не знала, где упадет выбор, но Бог послал ее в твою жизнь, мы не имеем права недолюбливать чужих детей, мы же хотим, чтобы наших детей любили, давайте будем честными. Я хочу еще одно добавить только с позиции вот этой, которая была сказана, что когда мы принимаем их в свою жизнь, как своих детей, тогда мы имеем право благословлять их, как своих детей. Я допустим, когда молюсь или в хлебопреломлении я люблю такое практиковать, когда я принимаю хлеб, я, например, говорю, что я присоединяюсь к этому ломимому телу, и в этом я вижу здоровье, свое здоровье, здоровье моих детей, и я начинаю каждого перечислять по имени, начиная с зятя, так как он самый старший, я так и говорю, моего сына Рому, хотя это мой зять, но я его приняла как сына, и поэтому я так его и называю, поэтому для того, чтобы этот духовный закон работал, мы должны их действительно принять как своих сыновей и дочерей в свою жизнь, тогда духовный закон благословения родителей, он будет работать в их жизни тоже, поэтому это очень главный момент. Я этот урок принимаю себе, вот, как раз не поздно еще, учимся, учимся. Если пропало влечение к мужу, даже есть отвращение, что делать? Мы так перескакиваем у нас, разные вопросы. Ну, да, ну, я скажу, что, конечно, вопрос очень интересный, даже не знаю, как вот так вот однозначно ответить, но буду откровенно с вами. Знаете, когда мы читаем Библию, то там написано, что Бог вложил в женские сердца и тела влечение к мужу. Получается, при нормальном отношении оно должно функционировать и быть. Если его нет, надо поискать почему нет. Где концы, где ноги взяло, почему нет. Понимаете, и ну, тут может быть разные предположения, но прежде всего думаю, мне так хочется думать, может быть, не стало здоровья. Знаете, оно тоже играет не последнюю роль в этом. Может быть, не стало здоровья. Может быть, частые роды, и это немножко пугает новой беременностью. Знаете, может быть, ну, утомляется очень. Знаете, женщины всегда имеют много-много забот, маленькие дети, много не досыпают, и если она постоянно устала, это тоже сказывается, конечно. Мы же люди живые. Ну, а если и то, и другое на месте, а вот просто нет, то надо просто проверить свое сердечко, что-то там обязательно есть. Так на ровном месте не может быть. И вот надо узнать причину, где, что повлияло, и поэтому вот оттуда и начать лечение. Наверное, скорее всего, что нужно поднять, знаете, духовный уровень, и оно подскажется, где начало. Ну, и наверное, просто еще надо понимать, что раз мы замужем, то есть у нас какой-то и супружеский долг, и мы тоже не можем отгородиться, понимаете? Что-то же мы когда-то обещали, на что-то же мы когда-то соглашались. Как-то надо взаимоотношения может откорректировать, чтобы оно как-то все стало на свои места. Я так думаю. Может, стоит побеседовать откровенно, может, что-то вам не нравится, может, что-то надо такое, что муж не знает, и вы можете ему подсказать. Будьте откровенны своими мужьями, беседуйте с ними, говорите с ними, вы должны свой брак строить, прилагать усилия, чтобы все сферы вашей жизни были хорошими. Слушая сестру Наталью, знаете, наверное, может быть, кому-то показалось смешно, что это зависит от нашего духовного возраста, но это на самом деле так, это правда. Когда-то в своей жизни для меня было таким шоком, скажу правду, как это? Бог сделал секс. Не, ну подождите, всю жизнь нас учили, это плохо-плохо-плохо, но плохо вне замужества. В замужестве, в супружестве это есть то, что Бог дал для того, чтобы наша семья была счастливой, крепкой. Это одна из физических близостей, которую Бог подарил для брака. И когда мы начинаем размышлять об этом, что это есть часть та, которую Бог сказал хорошо должно быть у нас. И когда мы этого не понимаем, то у нас оно даже в какой-то наверное не может произойти полнотеж, скажем может так. То есть Бог дал эту часть как наслаждение для супругов. Это там, где они познают друг друга, там, где они освобождаются от стресса. Согласны со мной? это не приносит стресс, девочки. Этшюрен говорят, то есть если это приносит стресс, значит что-то неправильно, значит надо действительно духовно возрастать, молиться, искать причины в этом, почему, что происходит. это есть та сфера, где мы наслаждаемся. И я это говорю, потому что я сама проходила через некоторые вещи. Для меня это было больше как супружеский долг, и это нормально, это нужно, это действительно не отложность. Но в это самое время Бог дал это с какой-то целью тоже, для того, чтобы это делало нашу семью крепче. это то место, в которое никто больше не может прийти, никто больше не может вам дать такой, скажем, разрядки. или это та тайная комната, в которой происходит соединение и происходит какое-то высвобождение чего-то необыкновенного, той энергией, которая движет потом эту семью, которая созидает эту семью, которая потом влечет мужа к жене и жену к мужу. То есть это есть что-то запланированное Богом, поэтому мы действительно должны духовно расти в этих вопросах. Спасибо за такой развернутый вопрос. Еще хочу сказать такой как совет на эту тему. Я бы хотела посоветовать всем молодым и среднего возраста людям, чтобы вы всегда понимали и знали, что ваши такие, знаете, интимные отношения с вашими мужьями, это должно быть немножко тайной, оно должно быть только между вами и вашим мужем. Это не значит, что ваша подруга должна знать как и сколько и чего и когда и каким способом и как. Не надо этого. Вы не назидаетесь этим, это не нужно. Пусть это будет не для рассказов по телефонам подругам подругам или так для посиделок темой. Нет, это должно оставаться между вами. Вы поняли? Это неразумно говорить об этих вещах везде и всем и даже с подругами. Это для вас должно быть запретным говорить с подругами. Точно так же и ваш муж. Вы не должны об этом где-то что-то рассказать. Это между вами. Что-то не получаете договоряйтесь понимать друг друга. Договоряйтесь нисходить друг к другу. Договоряйтесь чтобы было понятно и было полезно для обоих вас. Но это не для прессы и не для публики. Я еще хочу добавить что есть такой момент как какая-то недостаточность в организме в гормонах. Если это не усталость если у вас хорошие душевные отношения но если нету ничего и вы понимаете это ненормально было хорошо может быть стоит тогда провериться просто у доктора. Еще бывает такое что нет увлечения из-за того что растерялись отношения близкие. И здесь такой момент если нет физической близости у вам муж не даст душевного то чего ваша душа хочет. Он не сможет не открыться не сможет быть близко к вам а вам это дорого вы не можете в свою очередь дать физической близости если нет душевной близости получается такая цепочка просто нужно иногда быть сильнее переступить через себя расположить себя сердцем помолиться и выстроить физическую близость чтобы потом пошла душевная близость вам и потом снова появится вовлечение больше к вашему мужу. Ну так извините что я добавила я для счастья для вашего же блага и для счастья женщин. Вот хорошо у нас следующий вопрос он был в прошлом году потому что я помню он вызвал шквал всякой разной критики в том числе но он еще есть в этом году и пожалуйста дайте ответ что делать жене если ее муж погряз порнографией и постоянно сидит за компьютером. Вопрос конечно печальный в первую очередь дорогие жены делайте все возможное чтобы ваш муж не погряз в порнографии конечно если муж желает избавиться от этого то этот вопрос можно решить немножко легче оно все равно сложно но порнография это тоже есть зависимость и очень большая зависимость поэтому нужно вмешательство служителей которые могли бы приготовить какую-то программу программы подотчетности душепопечительства и тому подобное конечно в первую очередь нужно разрушить идею тайной комнаты потому что порнография всегда происходит при закрытых дверях в тайных комнатах то есть вот это вот то есть нужно искать помощи сто процентов помощи сам он не избавиться от этого это очень нехорошая аддикшин или в чем он погряз если муж не желает помощи или не хочет помощи здесь вопрос намного 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 сложнее даже даже вот откровенно говоря даже не знаю как как подойти к этому вопросу потому что хотелось бы посоветовать жене обратиться за помощью но некоторые мужья которые в этом состоянии они могут еще и пригрозить не дай бог ты пойдешь к кому-то или к чему-то или еще что-то то есть но я верю что выход есть потому что бог духом святым живет внутри каждый из нас и я верю в то что он также хочет спасти нашего мужа и я верю что он если это есть тот момент когда муж там угрожает пригрожает или еще что-то что он даст вам мудрость как помочь мужу найти помощь но ему помощь сто процентов нужна если же он боится огласки но согласен с вами работать чтобы вы помогали ему значит вы должны стать его тем другом или партнером который будет вести которому он должен давать подотчетность как я уже говорила разрушить тайную комнату и тому подобное пусть бог вам даст мудрость я не знаю вы можете что-то еще добавить в этом вопросе ну я так думаю как и вот алена говорит что вы понимаете многие жены начинают сразу обижаться и я понимаю это обидно это как предательство но с другой стороны вы должны понять глубже это вообще дух это дух понимаете это греховный сатанинский дух и он не может выбраться он как будто провалился в болото и его затягивает и если вы его жена и любите его приложите все старания помогите я понимаю что кто-то из вас уже многое пробовал и можете мне сказать уже мы это пробовали и прошли и приложили старания я вижу в этом только один выход выход молитвы и потом я хочу сказать не старайтесь доказать ему настолько он грешный он знает это дух он его убивает внутри он знает что он плохой но он выбраться не может здесь должна быть только молитвенная помощь если вы помолились и не получается идите к братьям если не получается идите ищите себе людей которых людей постарше желательно чтобы они в молитве вас поддержали но если вы знаете надуете губки и будете обижаться что он такой то вы можете погибнуть обои вы от обиды потому что это действительно обидно понимаете а он от того что он бессильный вылезти с этой ямы знаете раньше были вот смоляные ямы и как туда люди попадали возврата нету оттуда поэтому мы должны понимать что мы одно во Христе Иисусе мы одна семья это наша семья это наш брак помогайте девочки помогайте это нелегко идите за помощью ищите молитвы только Божья милость может вам помочь ну а сами не старайтесь его чистить и не старайтесь рассказывать какой он плохой и наоборот и раз уж пошла такая как говорится жизнь то вы старайтесь удовлетворить его запросы чтобы он не лез туда чтобы он не был голодным этим чтобы у него была своя жена вот это все что я могу посоветовать заговорили за обиду и обида тут как победить простить обиду тоже мне кажется в прошлом году мы говорили об обиде но обида к сожалению это такой насущный вопрос настолько насущный что им страдают неверующие страдают верующие страдают те кто долгое время в Боге если мы не бодрствуем то обида она тут как тут и она делает большой ущерб нашему духовному состоянию нашему общению с Богом поэтому прежде всего номер один это однозначно простить вы скажете а если не кается простить даже если не кается даже если речи не ведет простить почему простить ради себя мы молимся каждый день и говорим прости нас как мы прощаем прощайте не навлекайте на себя непрощение ради спасения своего и своих детей ради Иисуса Христа простите простите кто-то может сказать я вот прощаю а оно опять возвращается номер один простили номер два провозглашайте это в духовный мир говорите вслух я принимаю решение простить а оно опять вы скажете в мозгах вот вспоминаю как это было этот момент фильтруйте свои мозги знаете есть такая вещь написана что всякую мысль плените в послушании Христу мы же уже все уже можем разобраться что эта мысль не от Бога вот я вспоминаю как она мне сказала а как она мне съязвила а вот и в том случае и там она мне что-то сказала плохое вот и в том и в этом случае вы должны одно знать что мы должны простить и мы должны просто зачеркнуть это не дать этой мысли развиваться в нашем мозге понимаете не дать это называется бодрствуем это называется подчиняем свою каждую мысль приходящую в послушание Христу подчиняем эта мысль не угодна Христу ее надо выкинуть из своей головы дальше что еще то что работает старайтесь нигде не судить этого человека никак не вспоминать о нем не говорить о нем плохо каждый раз когда вы молитесь очень настоятельно советую молитесь за этого человека и благословляйте не только молитесь вот помолились там Боже благослови там Васю или Петю а просто Боже благослови его и пусть ему благо будет желайте ему добра желайте благословения и по возможности делайте ему добро приглашайте его в ресторан сделайте его другом своим а не врагом боритесь с этим не давайте чтобы вот обида давила нас в христианской нашей жизни это очень пагубно влияет знаете написано что обида это одна из горьких корней а написано в Писании смотрите чтоб горький корень не проник не причинив вреда и не лишил вас благодати Божьей вы понимаете это очень серьезно если мы будем лишены благодати Божьей то грош цена нам базарный день как христианам понимаете мы не можем без этого выжить какое же это служение Богу какое же это вообще жизнь христианская мы должны с этим бороться если и это у вас не получается продолжайте бороться берите пост знаете написано что сей род разрушается постовой молитвой если дьявол успел создать твердыню в вашей душе значит берите пост и просите и говорите идите к служителям пусть служитель помолится за вас просите чтобы помолились еще кто-то за вас берите можете не рассказывать что у вас за проблема абсолютно всем но служители вы можете рассказать остальное вот пришли и заявили помолитесь поститесь молитесь освобождайтесь от этого упражняйте себя в благочестии оставьте это я знаете одна как-то мне женщина рассказывала это уже последний мой пример потому что уже думаю нам надо заканчивать одна женщина говорила что ее муж обижал долгие годы долгое время он ее унижал как-то перед другими женщинами не оказывала знаки внимания а другим говорил что-то хорошее и она говорила я обижалась я ему говорила он часто смеялся надо мной просто вот так вот смеялся и все и она говорила я ходила в церковь но вот это и я даже принимала участие но вот эта мысль какой он ко мне не давала мне жить и она была во мне жила во мне и говорит я вставала и ложилась я не обращала внимания и знаете что я ждала я ждала что однажды все-таки придет день и он мне скажет прости меня а я ему все напомню все выскажу и знаете она ждала и ждать пришлось ну долго она ждала ждала и в один момент ее муж пришел на ее сторону кровати встал на колени и говорит прости меня я хочу поправить наши взаимоотношения и она говорит девочки я онемела я так всю жизнь ждала и представляла что он попросит прощения а он не то что попросил на колени стал а мое сердце такое было черствое ничего не дрогнуло жилочка во мне не дрогнуло и я испугалась я осталась каменной я начала думать Боже что же со мной произошло почему я такая черствая почему ничего не шевельнулось во мне а знаете потому что она ложилась и вставала с обидой и дьявол свил такое гнездо что может вообще одержимость прийти из-за этого в нашу жизнь нельзя так жить мы не можем с этим житься мы должны все же бороться с этим посты молитвы все возможное пробуйте упражняйтесь но уходите от обиды нету добавить вот тогда я вам другой вопрос задам тоже маленький коротенький как победить страх но я постараюсь очень коротко очень много того что сказала сестра Наталья оно приемлемо здесь тоже я только хочу добавить что совершенная любовь изгоняет страх мы все знаем это писание поэтому когда мы будем познавать кто есть Иисус Христос и Его любовь к нам когда мы понимаем вот эту совершенную любовь она изгоняет всякий страх потому что мы начинаем понимать кто мы в ней есть или в нем есть и тогда нам ну уходят наши переживания уходят наш страх и все остальное ну я хочу сказать что Бог нам не дал духа страха знаете это не от Бога потом знаете написано что дьявол он ходит как рыкающий лев а почему он из себя изображает льва чтобы страшно нам было поняли чтобы нас испугать он не лев но он ходит как лев рыкающий а рыкающий же всегда страшный правильно вот-вот кинется поэтому дьявол изображает вот такого рыкающего льва вокруг нас чтобы мы боялись чтобы в нас обладевал страх и знаете написано в страхе есть мучение а это то что любит дьявол чтобы люди мучились но Господь говорит нам что он нам не давал духа страха вы понимаете поэтому дух страха побеждается верою вы поняли верою и я вам скажу что я одна из тех кто боязливая была вообще по натуре я помню когда наше первое время совместной жизни Виталий так надолго куда-нибудь уезжала я оставалась одна ночевать я помню я часто боялась и я где-нибудь в кухне держала свет включенный зачем он мне был я не знаю но я вот как-то вот безопасно в себя чувствовала всегда когда свет горит мне легче когда его нет мне было страшно и однажды Виталий уехал были мы на Украине такая была сильная буря и я просто ну как-то вот мне было ну особенно страшно и уже были дети но они были очень маленькими с ними нельзя было пообщаться я помню я очень стала молиться я просто говорила Боже я боюсь пожалуйста Боже ну забери я не хочу мучиться и вы знаете я вам хочу сказать какая-то часть страха ушла я стала спать без света уснула прекрасно и до сих пор сплю без света но тем не менее еще иногда бывает какой-то страшок на меня нападает но я уже знаю как я с этим бороться стараюсь его отогнать и я скажу оно помогает потом со временем может опять посетить меня но все равно я отгоняю его а женщины они немножко вот все такие ну вот такие знаете зайчи наверное души или я не знаю вот то они жуков боятся то темноты то пауков и я такая же сама вот всего что-то вот шевелится я его чуть боюсь вот поэтому знаете вот просто Бог наш ответ во всех наших вопросах аминь у нас еще есть несколько вопросов еще да у нас до скольки до 4-30 да еще у нас есть минут 15 вы еще можете слушать да еще минут 15 нормально хорошо следующий вопрос у меня не получается мы не любим когда у нас что-то не получается у кого-то не получается всегда повиноваться мужу что с этим делать мой опять мой ну я хочу сказать благодарю вас сестры за искренность значит у вас получится у вас есть надежда да мы все люди и нам нечего стесняться мы не такие идеальные но я вам всегда говорил а Павел для нас всегда примером он упражнялся хотел и научился и даст Бог и мы научимся правда с Божьей помощью значит не всегда повиноваться но я вам скажу знаете есть такие вещи когда мы должны принимать просто решение вот так вот жить вот однажды мы приняли решение никогда не говорить неправду правильно и начали так жить если случалось мы каялись и опять в этом решении пребывали и жили тут мы принимаем решение я вышла замуж и мой муж он для меня глава и не муж для жены а я для него создана и я его помощница значит я принимаю для себя решение повиноваться и однозначно если я не повинуюсь это грех это не исполнение воли Божьей вы можете сказать ну какую-то глупость такую навязывает и вот в этом повинуюсь и он вообще у меня тормоз я вам хочу сказать может быть я такое слышала когда беседовал много раз но я вам хочу сказать какой бы он ни был знаете ищите я вот таких вот в таких вопросах бы советовала ну попробуйте очень по-хорошему найти общий язык если уж сильно вам не нравится то что он предлагает ну попробуйте так знаете очень так мирненько очень так сладенько ему объяснить ну давай вот по-другому давай вот ну поищите если будет стоять вопрос ну руба ну нет выбора понимаете если это в пределах разумного конечно ну нужно повиноваться мужьям и все даже если мы чувствуем себя умнее тем не менее мы должны повиноваться Бог отвел в нашей жизни такую позицию что мы должны повиноваться своим мужьям вот это и все Алена вы будете что-то для меня повиновение оно всегда как бы параллельно идет с уважением то есть мне кажется это нераздельно и в любом мужчине мы в первую очередь должны увидеть мужскую натуру или мужской характер или мужскую природу в которую заложил Бог и мы должны научиться ее признать и уважать и если мы уважаем человека то нам намного легче принять его точку зрения даже если она не совпадает с нашей точкой зрения потому что мы знаем допустим мужскую природу мы знаем силу этой природы мы знаем для чего она отдана ему Богом и тому подобное то есть мы и поэтому нам нужно как мудрым женам научиться ну я не хочу сказать управлять этой мужской природой ни в коем случае но это вы говорите так я не говорю но но как сестра говорила мы знаем как говорить к нашим мужьям вот допустим огонь да он имеет силу правильно он может наделать очень много хорошего сильного а может сделать плохое так или не так вот точно здесь мужская природа она может нам принести большое благословение а может нас обжечь если мы неправильно к ней подходим то есть мы должны научиться уважать мужчину как мужчину которого Бог дал нам в нашу жизнь и я верю что тогда с повиновением немножко легче а второй совсем такой ну как бы штрих который я люблю говорить девочкам своим ну в церкви молодежи я говорю дорогие мои ну что некоторые там вот замуж 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 ну как всегда мечта каждой девочки правильно я говорю в первую очередь вы должны приготовить себя к замужеству а для того чтобы приготовить вы должны научиться повиноваться Богу если у жены нету полного повиновения Богу я вам гарантирую у нее будут проблемы с повиновением мужа вы можете это испытать в своей жизни но если мы доверяем и мы научились доверять и повиноваться Богу то у нас намного легче будет с повиновением мужьям короче в этом вопросе никогда никто вам не даст другой ответ девочки повинуйтесь повинуйтесь и в этом будет наше благословение как жен никак не обойдешь даже если кто-то вам даст другой ответ даже если это человек верующий и любит очень Бога это ответ не от Бога повинуемся да даже если они не правы кроме греха конечно мы не мы не несем ответственности за это если мы вспомним Сару которая повиновалась Аврааму и там написано что она без страха делала это то есть она не брала на себя ответственность за эти решения которые иногда были даже не самыми правильными помните как он сказал что это моя сестра и тому подобное но она без страха повиновалась ему веря что в этом будет благословение скажите какая роль жены в семье так наше время тик-так тик-так можно очень много говорить об этом очень и я знаю что все мы любим ну это я так с большим этим выделяю любим притчи 31 главу да мы очень любим ее но для меня я вам очень коротко скажу да свое понимание возвращаемся к библии возвращаемся к началу того как бог сотворил человека мы уже не раз это вспоминали написано что бог создал человека потом стоится двоеточие и потом написано мужчину и женщину создал их то есть он взял человека потом я понимаю разделил на два но я так образно говорю да то есть мы были сотворены по образу и подобию божию но когда бог сотворил Еву и привел ее к Адаму помните да сначала Адам называл всех животных и тому подобное не нашлось ему помощники и вот он привел Еву и когда Адам увидел ее он сказал вот она по образу и подобию моему та которая но он не дал ей имя помним это да потом когда вот это вот все произошло и бог пришел и провозгласил приговор им и в тот момент я хочу чтобы вы нарисовали себе эту картину бог пришел и говорит за то что произошло что вы не послушали но я своими словами не хочу дословно перечитывать это за то что вы не послушались вот это и это будет земля будет произращать вам тернии ты будешь в поте лица добывать хлеб а ты будешь в болях рожать в это время Адам смотрит на свою жену и дает ей имя Ева что значит жизнь как вы думаете в это время он смотрел на нее и думал нарожает мне деток и вот это нас выведет из этого приговора из этих терний и всего остального я думаю что в этом скрывался намного глубже смысл он увидел ее и понял что вот это будет источник его inspiration это будет вот та энергия которая будет помогать ему двигаться это та помощница которая станет рядом с ним и поможет ему выйти из самых трудных ситуаций это вот та которая рядом будет стоять и поможет выполнить до конца план Божий и даже туда когда они пойдут когда Бог изгоняет вот она поможет ему пройти через это все поддержит его будет вдохновителем вы со мной девочки поэтому помощник который был сотворен для Адама в первую не просто для того чтобы потому что ему было в Едемском саду очень много работы он не справлялся грибки листья ему надо было чтобы пришла еще Ева и собирала эти листья тоже помогала ему нет здесь вложен намного больший смысл нашей помощи для мужчин как сегодня уже сестра говорила не муж для жены от жена для мужа вы когда-нибудь задумались почему мы принимаем фамилию мужа мы даны продолжать их род не наш род их род мы даны для того чтобы выполнить ихнее предназначение мы даны им чтобы мы помогли им выполнить тот план который бог залаживает в них в них поколение в них родословие и тому подобное мы должны вступить в это войти в это не я моя карьера а он его призвание и мы должны приложить все свое старание для того чтобы мы понять какую роль я могла сыграть для того чтобы принести жизнь в его жизнь может быть в те моменты когда он расстроенный уставший когда он не знает больше как двигаться или что-то у него не получается не прийти наоборот еще так вот а я же тебе сказала смотри вот тот Вася он намного больше у него все получается нет а принести жизнь в эту ситуацию принести жизнь и мы знаем как эту жизнь принести потому что у нас есть физическая утроба и эта утроба не только физическая она духовная мы знаем как принять семя вырастить выносить этот плод и родить его мы знаем как это делать это заложено у нас в физическом и в духовном мире нам не просто так дано имя Ева это намного глубже чем просто физическое рождение детей поэтому для меня роль жены это несущая жизнь в любую ситуацию идущая рядом с мужем и несущая жизнь жизнь для мужа жизнь для своих детей чтобы мы пришли и не каким-то словом еще больше его посадили ага я тебе говорила что ты неудачник вот и есть ты неудачник иногда мы так говорим на ребенка нет чтобы мы принесли жизнь в его жизнь мы можем принять это семя выносить и родить мы знаем как беречь это семя и как правильно его родить поэтому из-за нехватки времени мое понимание роль жены это несущая жизнь идущая рядом с мужем и несущая жизнь вокруг себя сестры еще хочу сказать вам знаете мы все хотим быть счастливыми мы все хотим чтобы нас мужья любили мы все хотим чтобы дети уважали и я вам скажу что знаете нам всем просто нужно очень необходимо потому что силенок у нас не так много нам нужно быть ближе к богу и тогда мы будем естественными распространителями знаете вот этой божьей любви мы будем хорошими влиятельными мамами и женами и еще я хочу сказать о том что знаете мужья любят нежных жен ни гневливых ни сварливых ни тех которые их пилят возьмите это на вооружение это самое большее то что мужчины не любят когда жены пилят ропщат недовольствуют это ужасно понимаете унылый дух он всегда сушит кости поэтому будьте просто мудрыми не будьте суровыми не будьте строгими со своими мужьями будьте добрыми если вам надо что-то попросить мы сегодня учились расположите сердце не давите так что вот только сегодня и все завтра будет поздно вот сейчас давай и все не надо мужья так не любят поэтому будьте мудрыми ищите просто мира стремитесь к миру не заостряйте в углы не заостряйте отношения не старайтесь вот знаете так вот ловить каждый взгляд каждое слово что не так корректировать не надо этого делать оно не принесет желаемого результата нам кажется вот отточу вот-вот-вот и подправлю и уже будет такое как мне нравится а оно нет может быть вообще наоборот будет поэтому лучше так не делать лучше доверьте это Богу а сами смиряйтесь и знаете как мы говорили в конце дороги там Господь вам даст утешение спасибо вам большое наше время уже подошло к концу мы должны закругляться очень быстро быстрый ответ если бы вы могли дать один совет женщинам здесь какой это будет совет вы ответе и вы на ваш выбор я вот даю вам свободу так я только что сказала свой хорошо Алена дорогие мои женщины мы есть мой муж любит так говорить прекрасная сторона этого человечества и мы созданы чтобы в этот мир нести краски нести жизнь нести что-то то что делает этот мир необыкновенным и это все заложено в нас нашим Господом поэтому давайте поверим этому примем это и будем познавать в Боге что он имеет для нас и что он хочет сделать через нас и я верю что это будет служить благословением в первую очередь нам потому что наша жизнь не будет такой унылой такой серой такой тяжелой а во вторую это будет служить для всех окружающих потому что женщина имеет огромное влияние на этот мир и если вы не заметили что все в этом мире движется женщины даже колеса для машин продают и возле них поставят кого фотографии женщины но мы созданы Богом для правильного влияния поэтому будем познавать кто мы есть в Боге и для чего мы призваны благословение вам спасибо спасибо я думаю сегодня были очень такие обширные ответы были и я надеюсь что много из вас получили ответ на свой вопрос на прошлой неделе я спросила своего мужа что тебя располагает что я делаю что тебя располагает отдавать мне то что я тебя получаю и это взгляд мужчины он сказал доброта и нежность давайте возьмем с собой сегодня домой всю нашу доброту и нежность и пусть Господь благословит ваши семьи я благословляю именем Иисуса Христа каждую из вас желаю чтобы у нас были крепкие самые красивые крепкие семьи и чтобы каждая женщина которая здесь в зале была по-настоящему счастливо счастливо с собой Субтитры создавал DimaTorzok